Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. За что критикуют науку астрологию? В этом вопросе меня смущает слово «наука», если честно. Я хотел бы прочитать мысли об этом двух великих пророков. Иеремия и Исаия. Иеремия, 10 глава. «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота». Господь через Иеремию говорит, что астрология — это пустота. Исаия, 47 глава. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвозвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома. Огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы сидеть перед ним». Исаия смеется над этими людьми. Конечно, они не могут избавить. В чем здесь такое прямое противоречие с верой библейской? В недоверии Богу. В том, что человек считает, что не Бог своей свободе и человек своей свободе строят судьбу человека, а какие-то внешние силы, которые не зависят от нравственного мира человека. И узнав их, можно каким-то образом исправлять свою жизнь. А русский язык очень точно назвал путь человека словом «судьба». От слова «суд». Бог судит то, что происходит в моем сердце, в моей душе. И в ответ на мою свободную волю складывает те обстоятельства моей судьбы, которые находятся вне ее, вне свободы. Которые мне не подвластны. Вот два актора у моей судьбы. Бог и я. Если я признаю, что еще есть какие-то внешние безличностные силы, то я это делаю обычно для того, чтобы снять с себя ответственность. Ну, вы знаете, я же ведь овен по рождению. Что вы от меня хотите? Я не говорю, что я каюсь в том, что я такой гордый и упрямый. Я овен, простите. Даже недавно слышал такую злую шутку. Кто твой муж по гороскопу? Козел. Нет, говорит, такого созвездия. Такого созвездия нет, а муж есть. Понимаете? Вот действительно, опрокинуть всю ответственность на кого-то другого, это иногда человеку очень хочется. Но надо сказать, что очень часто человеку прийти прямо ко Христу трудно. И путь вот в 80-е, в 90-е годы русского интеллигентного человека в церковь, образованного, начитанного, он очень часто начинался с астрологии, с каких-то восточных учений, с какого-то такого тайного знания, которое не предполагает нравственного изменения, но дает некоторую силу и пытается решить проблему смысла. Обычно потом человек, там 99 из 100, приходит к вере в Господа Иисуса Христа. Но часто он как волхвы на Рождество, вслед за звездой, это же звездочеты, он приходит к ясно младенцу Христа и принимает правую веру. Дай Бог, чтобы и все те, кто увлекается этой, не могу назвать наукой астрологию, чтобы они тоже пришли ко Христу и не принижали свое величие. Потому что если я говорю, что от звезд зависит моя судьба, я клевещу на то, насколько велик человек в творении Божьем. Звезды сотворены для человека, а не человек для звезд. Мы все, что нас окружает, называем словом Вселенная. Почему? Потому что как бы ни были огромные звезды, галактики, как бы ни были великие эти расстояния, все это приобретает смысл только тогда, когда туда Бог вселяет человека. Поэтому все, что нас окружает, мы называем Вселенной. Все это сделано ради нас. Вот ради того, чтобы человек смотрел на звезды и умилялся величию Божию его творению, его красоте. Ради этого сотворены звезды. Все ради человека. Человек — главное, что есть в этом творении. Если я говорю, что главные звезды, я падаю с этой высоты, я теряю ее, я клевещу на замысел Бога обо мне. Зачем мне так принижать себя? Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok